А как же такое случается, что ко мне приходят владельцы летников? Ну, не часто. Потому как у владельцев летников мысля-то одна. Сдернуть денежки или нять? Так вот, владельцы летников, мой вам совет. Рано или поздно надо понять о том, что лето у нас это два месяца. А еще два это почти что лето, либо почти весна, либо осень. И поэтому вам надо задуматься о зиме. Ну и конечно, раз лето настало, то супер реклама вам нужна. А супер рекламой занимаются пять человек. Я и четыре девочки с СТС. Так что, ребятки, думайте. А для меня задачка-то сложная. Пропиарить место замечательное. Бар Гамбринус, точнее летник. Понятно, конечно, что в этом месте рядом со стадионом сделать это сложно, но можно. Да потому как рядом все, что должно было быть. И супер батут, и развлекалки из машины, каталки на движках и по воде, и по земле. Но как же сделать так, что после проведения времени люди кушали? А сделать все просто. Это грузинская кухня и музыкально-постановочное шоу. Ну и пока ваш глаз радуется замечательным блюдам от Грузии, ваш мелкий перец, ну или перцы покрупнее, могут здесь же на сцене под музыкалку что-нибудь сбацать. Кстати, сие очень круто получается. Потому что еще и здесь сбацывалку можно заказать. Живой звук-то, помните? Ну а пока дело-то пошло, я вам про дело сию и рассказал. Как избацать и насладиться Грузией. Вы знаете, было-то время хорошенькое, да? И недавно-то оно и случилось. Дело в том, что я недавно скушал химию. А после химии, знаете, что хочется? Хочется мяса. И куда мы приехали за этим мясным изобилием? Мы приехали в бар Гамбринус. Бар Гамбринус, он располагается прямо рядышком с центральным стадионом. Вы все это видели. И теперь мы захотим покушать. Но дело в том, что мы захотели бы покушать. А я бы захотел покушать настоящие грузинские блюда. Взять, к примеру, аджапсандалии. Это баклажаны, помидор, перец болгарский, чеснок. Это мы будем кушать перед тем, как. Потом мы будем делать чакапули. Это такая баранинка собранная. Ну и завершим мы наше дело замечательным шашлыком. Потому что без шашлыка как-то правил-то не будет. Посмотрите. Что же такое аджапсандалии? Вообще, конечно, я бы хотел побывать в Грузии. Потому что, пожалуй, одно из тех мест, куда мне нога человеческая не вступала. Потому что Грузия это супер. А зная то, что там сейчас все вообще хорошо, почему бы вам и не съездить. Но Грузию вы можете попробовать в кафе Гамбринус. Кстати, в кафе Гамбринус вы можете не только попробовать грузинские блюда. Вы можете сюда и прийти. Кстати, все-таки лето, да? Лето хорошее. А часто ли у вас была свадебка? Причем в летнике. Пожалуйста, 300 квадратных. Ой, 300 человек мы здесь можем спокойненько сделать. Кстати, для людей, у которых большое количество приглашенных на свадьбы. Это, получается, грузины. Это, получается, все те, кто нормально ведет свою жизнь. Понимаете? Это у нас там 25 человек. Вот у меня было на свадьбе. Из них 5 уже на том свете. Весело, да? А так, пожалуйста, мало того, здесь можно также сделать и, естественно, покатушки. В смысле, вы можете здесь все, что угодно отметить. И места хватает, в принципе. Здесь и музыка, и человечек такой на баре веселенький. Ну и вообще, как бы, надо понять. Сейчас проблемка такая возникает, да? Я не совсем понимаю город Магнитогорск. В городе Магнитогорске мы сейчас живем замечательным образом. И почему бы не покушать то, что делается своими руками? Давайте попробуем. Аджапсандали. Вообще, надо понять, что же такое грузинская кухня. У каждой кухни есть свои привкусы. А грузинская кухня, куда нам? Честно говоря, такой не ел. Много чего ел. Но даже, судя по блюду, а блюдо здесь хорошее, и стоит оно не так уж и много, 200 рублей. Вы понимаете, что такое грузинская кухня. А грузинская кухня, это красное вино. Это замечательная водичка из-под гор. И это замечательный салат, который мы сейчас и кушаем. Не буду вам говорить. Придите, попробуйте. Недорогое удовольствие. Не могу не оторваться. Но хотелось бы баранинку. Шакапульли. Смотрите, смотрите. Дело в том, что... Ну, очень бы хотелось понять, что такое грузинская кухня. Но пока не получается. Будем надеяться, рано или поздно мы туда съездим. Я, наконец-таки, вам покажу, что такое грузинская кухня. То есть, когда ты есть баранина, она должна готовиться очень вкусно. Эта баранина готовится в действительности очень вкусно. По сути, мы баранину и не едим. Потому что, ну что это может быть? Взяли, нарезали, на шерстык насадили. Классно? Да нет, не классно. Это тушеная баранина. А баранина тушится, 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 да, тушится. Вот, не час, не два. Вот эта баранина. Четырехчасового тушения. И где же все это дело тушится? Это дело тушится в белом вилле, в белом вине. Вот, и с тархуном. С тархунчиком, баранинка, супер-мега-перец. Ммм, обязательно оставлю все это дело моей супруге. Ну и вакансалочки, то самое замечательное мясо. И, конечно, я бы хотел все-таки про шашлычок рассказать. Дело в чем заключается? Дело в том, что у нас какие-то странные товарищи, да? Вот. И ценники такие 220-250 рублей за шашлык. Я, конечно, понимаю, что вы сильно-сильно хотите деньги заработать, но все-таки не так, правильно? Здесь нормальное, замечательное мяско, вот. Ну, а в завершении сюжет. Я, конечно, понимаю, что вы и роднее, и ближайшим своим зрителям можете и это рассказать, но мысля там была в главном. Таких сюжетов в преддверии лета будет и немного. Ну, а затем зимник. И тот, кто видел мои сюжеты, ранее поймет, где грузинская кухня и где супер-мойка. И помыться, и поесть. Да так, чтобы другим стало завидно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!